Выравнивают шарики такого веса, выравнивают их руками и делают в форме диска. До упаковки диски помещают в рефрижератор, в котором поддерживается температура 3 градуса по Цельсию, чуть выше температуры замерзания. Некоторые куски сыра обваливаются в специях, например, в луке. Затем оборачиваются целлофаном и помещаются в пластиковый контейнер. На этикетке указывается срок годности. В закрытом виде сыр можно хранить 2 месяца и еще неделю после того, как он будет открыт. В другом варианте сыр делают в форме батона. Этот вариант обваливается в пяти перечных приправах. Также рабочие скатывают сырные шарики. Они отправляются в контейнер со специями, сушеными томатами и оливковым маслом. Сыр из козьего молока – здоровый продукт. Он содержит в два раза больше протеина, чем сыр из коровьего молока. В два раза меньше холестерина и при этом на треть менее калорийный. В наше цифровое время власть принадлежит айподам. Но ничто не заменит механически воспроизводимый звук музыкальной шкатулки. Даже через век с лишним после своего рассвета они вызывают интерес. Их музыка переносит нас в другое время. Вращающийся диск, кружащиеся куколки и роскошное красное дерево. Музыкальная шкатулка – оригинальное домашнее развлечение. В наши дни делаются копии шкатулок с компьютерной начинкой. Внутри такой шкатулки приспособление с моторчиком. Это приспособление напоминает то, что имеется в часах. Это заводной механизм. Кроме того, есть металлическая полоска шестиметровой длины, которая наматывается на так называемый рессорный барабан. Это устройство хранит в себе энергию завода. После того, как лента закручена, она готова начать работу. Этот нож в форме диска создает формы, которые соответствуют различным нотам. Чем тяжелее деталь, тем ниже нота. Для извлечения самых низких нот нужно ударять в конец пластины. Эта женщина делает зубцы, чтобы извлекать ноты. Она проверяет их высоту при помощи электронной машины. После чего регулирует зубцы. Это самая важная часть процесса. Каждый из 76 зубцов музыкальной шкатулки должен воспроизводить правильную ноту. У каждого зубца есть амортизатор для уменьшения вибрации. Амортизаторы устанавливаются на рейке рядом с зубчатыми колесами, которые извлекают из зубцов ноты. Техник устанавливает в ряд амортизатора и зубчатые колеса. И закручивает болт в железное основание, которое называется станиной. Используя пинцет, он проверяет натяжение амортизаторов и вносит поправки. Сейчас он прикрепляет верхний гребень к станине. И разворачивает ее, чтобы установить нижний гребень. Музыкальная шкатулка с двумя гребнями имеет более богатый звук, чем с одним. Техник вносит последние поправки в расположение амортизаторов, чтобы установить правильное расстояние между ними и зубцами. Он устанавливает перекладину, которая придерживает диск, пока тот проигрывается. Затем он прикручивает корпус двигателя к стенке ящика. Далее шестеренку и устройство проигрывания диска. Он присоединяет к устройству рессорный барабан. А теперь устанавливает механизм, контролирующий скорость вращения шестеренки, который называют еще регулятором. Он запускает моторчик, чтобы проверить, как тот работает. И проверяет все части, убеждаясь, что мотор работает ровно. После того, как его все устраивает, пришло время установки музыкальных компонентов. Начинает он с резонансной деки, которая расширяет диапазон. Далее идет станина с двумя рядами гребней. Она возвышается над резонансной декой. Теперь он вкручивает в ящик кронштейны, которые поддерживают музыкальный диск. Проверяет установку с диском-болванкой. В настоящем диске музыка записана в виде пробитых отверстий. Этот диск служит как образец для нанесения отверстий на расположенный снизу медный диск. Проколы формируют дуги в нижней части диска. Эти металлические дуги и создают музыкальную мелодию. По мере того, как моторчик поворачивает диск, дуги зацепляют зубчатые колеса, которые, в свою очередь, цепляют зубцы музыкального гребня. Эта музыка не цифровая, но она действительно волшебная. Музыкальная шкатулка – технологическое изобретение, выдержавшее испытание временем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон